Меня зовут Валера Бабушкин, известен я всего лишь тем, что работаю в четырех местах одновременно. Работал я со многими людьми, которые выступали сейчас, например, с супергероем, спайдерменом мы работаем вместе. Со многими я работал раньше, с большинством я буду работать в будущем, так что мы с вами еще встретимся. Работаю я в основном в двух компаниях, одна из них называется Яндекс, это поисковая компания. Вторая компания называется X5 Retail Group, которая известна вам под брендами Пятерочка, Перекресток, Карусель. Там я управляю небольшой компанией, 40 человек, и я очень не хочу произносить слово датсиентист, но оставим это в скобках, что мы назовем их так. И я в следующие 15 минут расскажу вам об основных трендах в работе и что я вообще считаю важным. Начнем с трендов. Ну, тренд такой, что люди, когда приходят на собеседование, не понимают, зачем они приходят, их шокирует вопрос о зарплате. Я обычно в конце собеседования люблю задавать вопрос, сколько денег человек хочет, 9 из 10 не ожидают такого вопроса на собеседовании, еще 8 из 10 не читают, на какую вакансию они приходят. Очень удивляются, что когда они хотят стать женой, им говорят, что это вакансия на начальника отдела. Так что странные вещи происходят. Но для начала я хочу рассказать, почему я не люблю слово датсиентист. Как ни странно, пойдем в компьютер-сайенс. Есть такая вещь компьютер-сайенс, это область связанных между собой дисциплин, но на работу обычно не ищется компьютер-сайентист. Ну, может быть, когда-то в 90-х искали компьютерщика, но сейчас обычно, когда ищут на работу конкретного человека, ищут либо разработчика, либо тестировщика, либо архитектора, либо девопса, либо админа. Дальше, если ищут разработчика, то ищут разработчика бэкэнда или фронтэнд, а еще дальше обычно ищут какой-то конкретный язык. И когда говорят, что ищут разработчика бэкэнда на плюсах, на 90% уже понятно, что этот человек будет делать и кто он такой. Когда же в вакансии написано «датсиентист», вы можете прийти в 10 мест, и в каждом из них будет вакансия «датсиентист», и обнаружить с удивлением, что это 10 абсолютно разных вакансий и абсолютно разных работ. То есть никакого смысла это слово не несет. Теперь давайте подумаем, почему. Есть некая область дисциплин, связанных между собой, которая называется «датсиентист». Кроме того, эта область дисциплин очень сильно связана с «компьютерсайенс». Ну и по-хорошему должны быть понятные вакансии, как «машин лернинг инженер», «дата инженер», «дейта аналист», «компьютер вижн инженер», «ресерч сайентист». И тогда, в принципе, если я скажу «машин лернинг инженер», я уже довольно сильно удивлюсь, если в этой вакансии не будет машин лернинга. А когда люди приходят в «дата сайенс» и говорят «ты знаешь, я хочу дата сайенсом заниматься», и у них спрашиваешь «а что такое дата сайенс», и человек думает «ну это как на кагле, мне дадут дата сет», и я потом выдам модель, я спрашиваю «хорошо, а эту модель, то есть ты отдашь ноутбук, и кто-то должен ее переписать, чтобы она работала». Да, да, радостно кивает человек. Но тут обычно возникает вопрос «зачем ты мне нужен?», потому что так может практически кто угодно. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые были заданы. Был задан вопрос, как менеджать команду «дата сайенс», не «дата сайентистов», заметьте, потому что есть компьютер сайенс, есть люди входящие, точно так же есть «дата сайенс», нет «дата сайентистов». Команда у меня не очень большая, 40 человек, но все-таки приходится ей как-то управлять, тем более, что уже к февралю нужно, чтобы их было 70. К тому моменту я чувствую, как их станет 70, нужно, чтобы их было 90. Это такой на текущий момент непрекращающийся процесс, похожий на раковую опухоль. Так вот, как менеджить команды? Я не знаю, а Адам здесь Альдаров? Нет, он просто очень любит продуктовые команды и жить по скраму. И я с ним согласен, чтобы менеджить большие команды, нужны продуктовые команды. Допустим, в X5 на текущий момент это 11 продуктовых команд. В каждую продуктовую команду входит продакт, проджект, аналитики. Будем называть их «дата сайентистами», разработчики, тестировщики, все, кто нужны, чтобы сделать продукт. И в итоге эти люди отвечают за конкретный фронт работы, за конкретный продукт. У них есть продакт-менеджер, и я, к счастью, ничего там не делаю. И очень счастно, что мне не нужно влезать зачастую в эту работу. Поэтому мой совет, если у вас много людей, нужно развивать их на конкретные кроссплатформенные команды. И чтобы эти команды делали продукт. Дальше был вопрос, а как расти человеку в этой области? Как перейти из джуна в медла, из медла в сеньора, из сеньора в тех леда, а из тех леда перейти в того человека, который ничего не делает? Очень просто. Поднимите руку, кто хоть раз нанимал человека на работу. Ну, отлично. То есть вы понимаете, что когда человека на работу нанимаете, вы нанимаете зачем? Чтобы он решал ваши проблемы. Ну, это единственная причина, по которой вы нанимаете человек. Ну, некоторые еще нанимают, потому что могут. Это тоже, в принципе, причина. Потешить свое чувство важности. У меня пять подчиненных, а у меня шесть. Значит, я на 20% важнее, чем ты. Существует такая метрика среди менеджеров. И измеряется она количеством людей в управлении. Но обычно человек нанимает, чтобы он решал какую-то проблему. Это логично. Ну, теперь представьте. Следующую аналогию. У меня есть дом, есть двор. Там есть лужи. Я подхожу к сеньору и говорю, я не хочу, чтобы у меня были во дворе лужи. Сеньор смотрит на это, чешет нос. Думает, так, ну, хорошо, по периметру выкопаем канаву. Выкопаем канаву, появится земля. Мы землю так вот рамбуем под углом. И под этим углом водичка будет стекать, и луж не будет. Подходит к джуну, говорит, так, бери лопату, копает сюда-досюда. Мидл уже человек, который лопатой хорошо умеет обращаться. И может даже джуну подсказать, за тот ли он конец лопаты взялся. Ну, и все довольны. Вот это сеньор, значит. Техлит – это тот человек, который подойдет и скажет, слушай, у тебя там лужи, хочешь, уберем. Аналогия. Любая аналогия условна, но сделать что-то более специфичное довольно сложно. В общем, если человек может решать проблемы, и чем сложнее проблемы он может решать, и чем более он самостоятельный, тем более он крут. Все довольно просто и логично. Здесь нет ничего удивительного. Какой-то еще я хотел рассказать тренд. Тренд был про… Ну, про зарплату я не буду говорить. Меня уже попросили в Озоне вчера. Запретили мне говорить про зарплату. Я ездил к ним в гости. Они сказали, пожалуйста, не надо. Мы будем выкладывать вакансии. Не выкладывая зарплату. Что я еще хотел рассказать? Про менеджмент команд рассказал. Про собеседование. Давайте я вам расскажу про собеседование. Это моя любимая. Значит, ну, я уже вам говорил про свою самую большую боль, что когда человек приходит и не знает, зачем он приходит. Ну, то есть, обычно собеседование – это что? Это некая эвристика. Когда… Погромче? Так лучше? Отлично. Спасибо. Когда… Слишком громко. Ладно. Когда человек… Хорошо, да? Когда человек приходит на собеседование, зачем вообще проводим собеседование? Давайте просто брать всех подряд. Но так не очень работает. По факту у вас есть всегда четыре варианта события. Вы взяли человека, и человек оказался хорошим работником. Это true positive. Вы человека не взяли, и он бы работал плохо. Это true negative. Все прекрасно, все здесь хорошо. Дальше вы взяли человека, который работал бы, вам кажется, хорошо, а он, оказывается, работает плохо. Это true positive. И вы не взяли человека, вам казалось, он бы работал плохо, он бы работал хорошо. Это false negative. Ну, и у нас есть некая эвристика, что если, значит, человек на доске напишет функцию Fibonacci, то, значит, он будет работать хорошо. Ну, возможно, если его работа заключается в том, чтобы писать Fibonacci на доске, он будет хорошо выполнять эту роль. Но я таких работ практически не встречал. Но, тем не менее, на текущий момент, а я как человек, который проходил собеседование много куда, могу сказать, что собеседование очень мало имеет общего с работой. То есть, обычно вас просят расписать, как работает Backprop, или как работает алгоритм ML, или какая алгоритмическая сложность там у чего-то, это еще, кстати, хороший вопрос. Или расписать там какую-то функцию бессмысленную, а на работе вам выдадут Excel-файл, или скажут, пиши запросы в SQL, и на этом все. Соответственно, когда вы приходите на собеседование, или когда вы собеседуете, то есть, тут давайте два трека сделаем, то есть, когда вы собеседуетесь, вы узнаваете, а что вам нужно делать, потому что вы приходите, классная компания, хорошая зарплата, потом вы ходите, подождите, но я не ожидал, что здесь нужно это делать. Это, значит, плохая история. А когда вы собеседуете, моя большая просьба, мой большой совет, во-первых, рассказывать людям, чем им реально придется заниматься. Это редко делается, я понимаю, что если реально человек рассказать, чем он придется заниматься, он может и не прийти к вам на работу, а вам нужно закрыть эту вакансию, потому что у вас боль, от которой вы хотите избавиться. А во-вторых, я думаю, что всем будет хорошо, если собеседования будут проводиться максимально близко к тому, чему человеку придется заниматься по работе. На одном собеседовании меня спросили, почему, как работает Ада Буст. Ну, то есть, я знаю, как работает Ада Буст, но как? Как это поможет мне в работе, вот в консалтинге особенно, что я знаю, что там экспоненциальная функция потерь. Бессмысленные вопросы, их огромное количество. Поэтому, ребят, те, которые подняли руку, я вас запомнил, что вы собеседуете. Рано или поздно те люди, которые были у вас, придут ко мне, будут жаловаться. Давайте мы будем собеседовать адекватно. Адекватно это значит, что собеседование, оно отражает те аспекты, которые есть в работе. И тогда человек, пройдя через это собеседование, понимает, будет ли ему интересно этим заниматься или нет. То есть, если провели классное, интересное собеседование, погоняли по теории, по алгоритмам, по сложным задачам, а человек выходит и делает что-то неинтересное, ну, бессмысленно удивляться, что у нас средний срок пребывания на одном рабочем месте меньше года. Ну, это сейчас так. Кто менял работу в течение последнего года? А полугода? Ну, там на год было больше, как ни странно. Это с чем связано? С тем, что мы такие плохие? Нет, ну, это связано с тем, что нас что-то не устраивает. Давайте делать, чтобы нас все устраивало. Возможно, я успею ответить на пару вопросов, прежде чем сяду на стул. Потому что мне выделили всего 15 минут. Я вижу руку. Но я напомню, что вопросы можно беречь до конца, но так как Валера оказался супербыстрым, то, я думаю, два вопроса можно. Спасибо за рассказ. У меня вопрос со стороны наемного работника. Как понять из собеседований, может, с какой-то дополнительной информацией, то это или не то, чтобы тоже минимизировать ошибку? Ну, что ты ищешь, что тебе предлагают, что это совмещается хорошо? Я стараюсь делать следующим образом. Я стараюсь знакомить человека с той командой, в которой он будет работать, и оставлять его один на один с теми людьми, которые делают примерно те же задачи, что и он. И это, ну, наверное, максимально, что может помочь. То есть вам без начальника, человек, который занимается примерно тем же, рассказывает, чем он занимается, все плюсы и минусы. Дальше уже можно сделать вывод. Если есть эта информация. С другой стороны, если делается что-то новое, таких людей нет, тут серая зона. А вот еще такой вопрос. В силу специфики дата-сайентизма, так, поближе, не получается, что в каждой команде, в продуктовой, есть достаточно задач для дата-сайентиста. Дата-сайентист начинает там скучать, и в компании очень часто не хватает дата-сайентистов, потому что, ну, нельзя даже по одному дата-сайентисту положить в продуктовую команду. Так, я не понял, он начинает скучать от того, что в каждой команде по дата-сайентисту у него нет задач, а закончилось тем, что в каждой команде нет по дата-сайентисту. Нет, если... Вопрос в том, если мы исходим из парадигмы, что дата-сайентистами надо просто положить в продуктовую команду, то тут есть, ну, два, как бы сказать. Так, я понял, что если в каждую команду... Команду не удается положить по дата-сайентисту. То им скучно становится, потому что у них не всегда есть задачи. Да. Ну, я согласен, у вас никогда не может быть равномерная нагрузка в условных восьми продуктовых командах. Ну, так не бывает. Где-то всегда густо, где-то пусто. Ну, давайте, мы же гибкие, мы же по agile работаем. Грефа там нет. Говорят, что если ночью сказать три раза agile, то придет президент одного крупного банка. Придет смс-ка от этого банка. Так вот, у вас должна быть возможность ротировать людей, и если вы видите, что в продукте сейчас нет задач, вот это как раз ответственность менеджера. Вам нужно выдернуть человека, перекинуть его на тот фронт, где есть задачи, потому что, ну, стопудово так бывает, что вот здесь сейчас нужно три человека, а здесь ноль. Ну, выдерните, перекиньте, пусть они поработают, и им станет весело. И это действительно основная задача управленца, вовремя видеть, откуда вытащить, куда перекинуть и что сделать. У кого там животик болит от того, что он поел немытых ягодок, это, кстати, частый случай у меня, там примерно каждую неделю мне пишет какой-то сотрудник и говорит, я вчера объелся ягод, я забыл их помыть, у меня болит живот, можно я не приду? И заканчивая тем, что видишь, что человеку скучно в какой-то момент становится, нужно понять, почему скучно, и либо его ротировать полностью в другую команду, либо временно. Но за этим нужно следить. Окей. У нас еще будет продолжение серии вопросов и ответов, на которые будет сидеть не только Валера, но и остальные участники этой секции. Пока ваше аплодисменте Валере.